Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Быть патриотом – это в первую очередь не забывать прошлое, чего бы оно ни касалось – ярких сражений или географических открытий. Именно Рязань подарила миру великих исследователей. Об этом мы не только говорим с гостем студии, героем России, почетным полярником, председателем областного географического общества, Михаилом Малаховым. Сейчас очень модно это слово «патриотизм», но я признаюсь о том, что когда начинал вот эти экспедиции, а лучше сказать проект по местам великих географических открытий россиян и в первую очередь рязанцев, сделанных не только на территории Российской Федерации, но и далеко за ее пределами, то понятно, что был просто чисто человеческий интерес посмотреть, а где же, скажем так, наш знаменитый земляк, Лаврентий Алексеевич Загозкин, по-хорошему наследил. Что он там открывал на Аляске и что-то за предмет такой «Русская Америка». Ну и в этом плане экспедиция, которая началась в 2009 году, она не планировалась с продолжением. Это был, так сказать, чисто любопытный момент, навеянный детскими воспоминаниями. Дом Загозкин, который до сих пор у нас сохранился, напомню, рязанцев на улице Вознесенской, дом 64. Это дом Лаврентий Алексеевич Загозкин, великого исследователя Русской Америки, Аляски, морского офицера, нашего достойного земляка. Многие знают, что потомки живут здесь. До сих пор живы его потомки, с которыми мы поддерживаем контакты на базе дома Загозкина. Уже принято решение будет одна из исторических экспозиций Рязанского музея путешественников, посвященной теме как раз рязанцев-первооткрывателей, мореходов и темы Русской Америки. Надеемся, в 2018 году, в год, когда Загозкам должно исполниться 210 лет, эта экспозиция будет открыта. По крайней мере, работа в этом ведется. Так вот, понятно, что тогда таких замыслов в 2009 году не было. Хотелось бы спросить о международной экспедиции, где вы путешествовали вместе с потомком немца. То есть, ваш дедушка воевал, ваши родители, да, вот у него воевали на разных фронтах. Как это было? Как вы находили общий язык? О чем друг друга спрашивали? Ну, знаете, очень хороший вопрос. Я, по-моему, даже никогда еще рязанцам эту тему не рассказывал. Представьте, 1989 год. Еще существует Советский Союз. Я советский врач, я же врач по образованию, хирург, я приглашен в очень престижную международную экспедицию под флагом Организации Объединенных Наций. Сам Перес де Куэллер нас провожал. Мы делали пресс-конференцию в Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Представьте, 1989 год, и я рядовой предаватель Рязанского, тогда еще Мединститута, отправляюсь на пресс-конференцию с Перес де Куэллером. В составе экспедиции 8 человек из 7 стран я представлял Советский Союз. А вот и был человек из Федеративной Республики Романии. Тогда еще она так называлась, тогда еще существовала Берлинская Стена. Замечательный совершенно путешественник Арвид Фукс. Он профессиональный моряк, и Арвид Фукс – мой ровесник. И у нас такая вот была очень действительно разношерстная команда. Но этот парень меня в большей степени привлек, потому что, ну, знаете, так уж получилось, что я оказался самый опытный на льдах в этой команде. Пусть меня рязанцы простят за некоторую нескромность, но, так сказать, основная тяжелая работа. Я был на этих льдах. Эти ребята лучшие путешественники своих стран. А тот период тогда еще не были. Понятно, что карты все были в моих руках. Роберт Слон очень хороший мой товарищ до сих пор. И сын его вот с нами путешествовал, кстати, на Шпицберген уже, да, вот поколение. Он мой крестник, барни, замечательный совершенно мальчишка. Это, кстати, теперь уже товарищ моих сыновей, которые вместе они путешествовали. Видите, новое поколение путешественников приходит. И вот Арвид Фукс меня привлекает тем, что его отец, он мне рассказывает, был на фронте, участник Второй мировой войны. Понятно, что, кстати, был в германской армии. У меня отец прошел войну от первого звонка, скажем, до последнего. Начало войны, на границе, концлагерь, побеги, затем проверочные лагеря целый год после окончания войны. То есть, человек действительно хлебнул, я из-за уст своего отца эти все вещи, реальные вещи войны все это слышал, видел. Меня вот всегда это мучил вопрос, как же он отнесется к тому, что я иду с сыном человека, который воевал против него. Вот это не мой вопрос между мной и Арвида. Вы знаете, он висел. Арвид хороший парень, но, так сказать, человек немало был подготовленный для путешествий по арктическим льдам. Поэтому то ломались сани, то ломались лыжи, то масса всяких проблем. Он такой крупный парень, но силенок явно не хватало. Приходилось помахать, и, пардон, даже после туалета помогать штаны ему застегивать. Но я как доктор, мне надо самую такую неприятную работу выполнять. И меня вот этот вопрос свердит, как же так вот я сыну, грубо говоря, фашист, так помогаю, и что отец мне скажет, когда я вернусь? В конце моего похода спросил, где твой отец воевал? Вот знаешь, он был врачом. Мне стало немножко как-то полегче. Но все равно вопрос остался. Я вернулся домой. Вообще меня папа очень хорошо поддерживает в этих экспедициях. Как-то вот со студенчества они с мамой так помогали. Так сказать, денег немного было, но помогали. Хотя я сам старался перед походами зарабатывать. И студенчество всегда работало в риждениях. Так вот, я ему рассказываю историю про Резуксукса, про его отца. И вы знаете, вот он меня поразил чем? Он говорит, молодец, горжусь. Сделал все правильно. Все это было давно, сейчас настало новое время. Человек, который притерпел серьезные лишения. Человек, который действительно страдался. У него был туберкулез после концлагеря. Она фельдшер долго его лечила. Все удачно в конце концов закончилось. И вдруг я вижу похвалу от старого солдата, который с пониманием отнесся к своему бывшему противнику. И такое вот прощение было. И своеобразное благословение на серьезную международную деятельность. Знаете, вот в этом плане походы или экспедиции для меня это тоже ведь, знаете, это реальная жизнь, реальная патриотика. Это образ жизни. Даже темы войны и мира, они до сих пор нас преследуют. Два года назад мы путешествовали по Алиутским островам. 4,5 тысячи километров. Более 130 островов. 60 десантирований мы осуществили на острова. Одно из самых интересных мест, которое мы посетили, это бывшая база советской армии в заливе Колдбей на далеких Алиутских островах. Мало что у нас знают о том, что там готовились наши спецназовцы, российские офицеры для того, чтобы вместе с американцами, с американскими военными освобождать захваченные японцами Курилы. Мы нашли даже остатки избы, которые построены были в 1944-45 годах советскими офицерами, которые жили, поставили нормальную печку. Там вот следы этой печки мы нашли. Долгое время здание служило таким комьюнити-центром или своеобразным сельсоветом в этом тогда небольшом поселке, который сейчас разросся. Вы знаете, вот до сих пор эта тема остается, и я просто счастлив, что мы находим добрые следы сотрудничества через экспедиции. Вопросы международного, ну, так скажем, реального сотрудничества, уважения друг к другу. Я это четко чувствую. Я прекрасно понимаю, почему мы никогда с американцами не воевали реально. Это была холодная война. Все это разговоры, там, враги. Вы знаете, это пропаганда. Пропаганда реально, когда есть совместная история, и когда мы видим эскимосов, которые до сих пор себя бьют, вроде говорят, хожу, что в наших течет жилы, в жилах течет русская кровь. Вы знаете, не верю, что реально люди могут друг другом враждовать. Политические расприи, как правило, ну, так скажем, грубо говоря, распил военного бюджета как с одной, так и с другой стороны. Но это вот мое мнение на основе личного опыта. Спасибо вам за эту интересную, очень интересную встречу. Вас с наступающим Днем Победы. А нашим телезрителям мы пожелаем быть добрее и больше путешествовать. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова